В этот день, 27 января, родился Михаил Салтуков, знаменитый русский писатель. 27 января 1924 года прошли похороны вождя пролетарской революции, основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ульянова-Ленина. 27 января 1944 года считается днем снятия блокады Сен-Инграда. 27 января 1945 года произошло освобождение узников Освенцима. Машина смерти Освенцим существовала долгих пять лет. 27 января 1945 года в него вошли воины Красной Армии и освободили более 7 тысяч человек. Однако это была горстка в сравнении с почти полутора миллионами человек, которые погибли здесь ранее. Находящиеся на грани жизни и смерти истощенные, измученные люди, рыдая, целовали броню советского танка, сломавшего ворота концентрационного лагеря. По свидетельству очевидцев, узники говорили «Мы знали, мы верили». Из сообщений чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях сотрудников лагеря. Было установлено, первое, путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных истязаний немцы истребили в Освенцимском лагере свыше 4 миллионов граждан Советского Союза – Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и других стран. Второе, немецкие профессора и врачи производили в лагере так называемые медицинские эксперименты над живыми людьми – мужчинами, женщинами, детьми. Третье, о степени продуманности и технической организованности по массовости и жестокости истребления людей Освенцимский лагерь оставляет за собой далеко позади все известные до сих пор немецкие лагери смерти. Построен был Освенцим, он же Аушвиц, по личным распоряжениям Гиммлера, главы СС, представлял собой тщательно продуманную систему уничтожения, расово-неполноценной по их мнению людей. Нацисты называли это «утилизацией отходов». Возводились смертельные бараки члены еврейской общины города Освенцим. Они же и стали первыми жертвами адского лагеря. А в 1941 году в лагерь были заключены первые советские военнопленные. Их привлекли к стройке крематориев и газовых камер. По словам выжившего польского пленного, в газовые камеры входили колонны живых людей, чтобы, умерев там в муках удушья, превратиться в черный дым из трубы крематория. В сутки в Освенциме поглебало около 8 тысяч человек. Подсчеты были приблизительными. Комендант лагеря Рудольф Хесс писал, что никогда не знал общего числа уничтоженных и не располагал никакими возможностями установить эту цифру. Главное было добросовестно делать свою работу. Ядовитый газ «Циклон-Б» на основе синильной кислоты впервые применил заместитель коменданта лагеря Мерфив 600 советских военнопленных. Он писал об экономичности данного способа. Ведь для того, чтобы лишить жизни тысячу заключенных, требовалось всего 6 килограммов химикатов. Прагматично и последовательно извлекались материальные ценности узников. Только на извлечении золотых коронок было задействовано 40 немецких солдат. За день чистого золота выплавлялось около 16 килограммов. Так что общая сумма награбленного мародерами составила более миллиарда немецких марок. В лагере проводил свои опыты над живыми людьми доктор Смерть Йозеф Менгеле, самая зловещая личность в истории существования концлагерей. После разгрома фашизма, ухитрившийся сбежать в Южную Америку и избежавший ответственности за свои чудовищные преступления. На территории лагеря располагался элитный питомник немецких овчарок, которых дрессировали для охраны территории от побегов, натаскивали на преследование и поимку заключенных. Собак распределяли и по другим лагерям Смерти. За все время существования Свенцена на побег решилось 700 человек, а удалось совершить это всего 250 заключенных из более полутора миллионов человек, погибших тут. Руководство лагеря сумело остановить попытки побегов, играя на чувстве долга и ответственности. Видя правила, весь блок, в котором проживал сбежавший, немедленно и показательно расстреливался. В октябре 1944 года в Свенцен прибыла партия заключенных. 2000 человек. Это были последние люди, погибшие в газовых камерах лагеря Смерти. Войска Красной Армии приближались. По распоряжению Гиммлера, прекрасно понимавшего, что дни его детища сочтены, фашисты взорвали крематории, газовые камеры, не стали добивать погибавших от голода заключенных и сбежали, унося ноги от наступавших советских войск. На 1316 день войны части 1-го Украинского фронта Красной Армии освободили последних жителей этого жуткого города Смерти.